МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У эфиры программа «Новина региона» у студии Кристина Кранкевич. Добрый день! Глядите уготым выпуском. Наперед доведав, первые звонки прогучали во всех установах адукации. Учекание галунного свята працанников везки. У Кличеве подрыхтока до областных дажинок полной ходой. Сегодня школьный звонок прозвенел для 110 с половой тысяч школьников Могилёвщины. В целом по области в этом году колькасть навученцев на озроне агульной средней адукации взросла на полторы тысячи человек. А 11 600 маленьких жахаров Могилёвской в области селят осели за парты у першиню. Однако самая значная падея у сферы адукации в области на пачатку нового навучального года открытие у крычевин новой школы на 1020 месяцев. У делу перши линейцы узяла керавництва региона. Урачистые линейки перши звонок и перши урок сегодня у каждой школе, гимназии и лицеи. Али у каждой навучальной установе гэтый день проходить по-своему. У одных с новыми традициями, у других с уделом высоких гостей. С подробязностями наши корреспонденты. Месяц-два тому назад мы ходили в детский сад, много ели, много пели, очень вырасти хотели. У гэтым навучальным годзе подавнянская середняя школа, что у Трыбинским районе, примает 117 навученцев. Для 18-ти за их школьный звонок гучить у першиню. Как ты думаешь, чему тебя научат в школе? Читать, писать. Вспомнили свой первый класс «Собирай сына»? Да, да, да. Вспомнила. В принципе, вы знаете, практически такой же. Тоже собирались, одевались, банты крутили. Все практически так же. Цветы покупали, одевались красиво. Что планируете после школы? Поступать в высшее учебное заведение. На кого? Ну, пойду на факультет экономический, на банковское дело. Да, хочу в Минск поступать. То есть упор на математику? Математику, английский язык и русский язык. Сегодня ночь не спали, переживали. Но мы будем все сначала опять проходить. На врачисту линейку у подавнянскую середнюю школу завитал наместник премьер-министра Республики Беларусь Михаил Русы. Я вот просил даже, если премьер, ну не дайте самую маленькую школу. У нас обычно, как правило, такие школы крупные. Все привыкли, вот туда все едут. А они ничем не отличаются. Ваша школа от городской, от районного центра. У своим провитальным слове Михаил Русы отзначил добрый узровень подрыхтовки сельских школьников, что подсвержено выниками централизованного тестирования. С праздником, удачи, удачи вам и побольше десяток. После урочистой линейки віце-премьер разом с першоклассниками отправился на урок. Здравствуй, школа, здрасте, 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 здрасте. У 21-й могилевской школе на линейце собрались аты, а кто пришел первый раз у перший класс и будучи выпускники. У каждого из них своя мара, свои планы. Новая задача, новая цель, она готовится к поступлению. Вот, надо очень стараться, трудиться. Особливое это свято и для першоклассник. Яны, знайомцы со школы и новыми сябрами. Хочу научиться читать, писать, физикой и астрономией. Ты уже мечтаешь кем-то стать, когда вырастешь? Я мечтаю стать моделью. Яны открыты усяму новому. Имкнуться набывать веды, старанно учиться. Сдача педагога у ГТМ книня подтримать. Я очень люблю ребят. Надеюсь, что мы станем дружным коллективом, единой большой семьей. Каждый ребенок будет целеустремленным. Батьки першоклассник побыч с малыми хвалюются так, не бы то сами у першокласса идут. Волнение присутствует. Как будто я сама иду в первый класс сегодня. Поэтому, в общем-то, небольшое волнение есть всегда. Как вы думаете, слезу пробьет? Да, конечно, естественно. Меня уже сейчас пробивает на слезу. Спали хорошо сегодня? Нет, не спала. О чем думали? Как пойдем? Как будем учиться? Новая традиция 21-й школы. Будущие выпускники передали малым памятный знак школы. И он так и ж твердый, как гранит науки. Для школьников учить первый звонок. А потом у неба полетели поветранные шары. И почался первый урок. 1-го вересня свои дверы очинили маль 350 школ, гимназии и лицею. Треба означать, что средних навучальных установ стало на десяток менее. У паровнении с минулым годом. В уголе за опущение 6 годов зачинилися 89 установ адукации и реорганизованы 80. Связано это у тем лику и с тем, что колька сельских школьников за опущение 5 годов сократилась на 20%. На проблеме закрытия и реорганизации школы приватности испынился начальник управления адукации Могилевского облаконкама Владимир Рыжков, який с нагоды нового научного года дал интервью телерадио компании Могилев. И он бачить оптимизацию установ адукации как частку глобальных процессов, которые отбываются в громадстве. Сами условия труда сегодня совершенствуются и внедяются новые технологии, открывается новое предприятие. Даже само сельское хозяйство сегодня не требует такого количества подготовленных кадров, которое необходимо было ранее. Поэтому это естественный процесс перераспределения трудовых ресурсов, где люди получают более высокий уровень образования. В деревнях людей меньше, поэтому там закрываются школы, там где-то не рентабельно. Школа закрывается в деревнях, но растет численность населения в городах. И потребность в расширении образовательной базы в городах это дошкольное образование, общее среднее образование. То есть строительство детских садов и средних школ актуально для городской местности. Действительно, в сельской местности ряд учреждений закрылись. Глядите интервью Владимира Рыжкова про новины у сферы эдукации региона у информационно-аналитичной программе «Дынями». Завернуться до старшини Могилевского Абл-Ваканкама у Владимира Доманевского подчас традиционной промой телефонной линии можно будет у гэтую суботу 2-го вересня. Телефоновать до керовника в области можно с 9 до 12-го один. Нумер телефона у Абл-Ваканкама 50-18-69. Промые телефонные линии по традиции пройдуть у гэтый день во усих рай- и гарвы-канкамах. Так у Могилевским гарвы-канкаме вы можете звернуться до мэра города Владимира Цумарова и задать ему усе пытанье ци выказать пропановы. Нумер телефона у Могилеве 42-21-02. А у Бабруйску ваше телефонованне приме старшиня Бабруйского гарвы-канкама Александр Студнев. Телефоновать можно у Бабруйск на номер 76-21-41. Меж за месяц засталося до галунного свята працовников вёске у Кличеве, які сёли до прямая областные дожинки 2017 полной ходой идут ремонтные работы и добрые упорядкования. Про рабочий настрой райцентра и чекание Ягу Жихару, Олеся Рыбалка. Без перебольшего дня Клича у сённях это одна великая будовля. Ремонтники спешаются поспеть до свято-дожинок. Городжане учаканне нового, одно-линого Кличева. Кругом, кругом. Такой стройки я ещё не видел. Такой большой, грандиозной стройки. Скажите, а каким вы хотите увидеть город к празднику? Каким красивым, чистым, нарядным. Мы готовимся к дожинкам. Вы, видно, хорошо готовитесь. Конечно, конечно, конечно. Такого ещё не было у нас. Только вот в этом году. Поэтому думаю, что красивый у нас будет город. По центру всё покрасили. И там уже, смотрю, дороги у нас как бы построили. И дорожки вот у нас на дорожках, допустим, не было. Сейчас их облагородили. Город, видите, обустраивается. Смотрите, дома красивые. Крыши поменяли. Ну, вот дороги нам сделали. Молодцы. 13 шматкватерных жилых домов ремонтуются капитально. Добро порадкают в улицы Красноармейскую, Ленинскую, Кривоносово, Пролетарскую и Советскую. Поступово з'являются новые дороги, новый тротуар. Наиболее крупные объекты, вы видите, здесь вот дом культуры, которые практически перестраиваются заново. Это сметная стоимость около 12 миллиардов рублей в старых деньгах или 120 тысяч в новых. Также школы искусств. Нарышце у гэты новучального тачыни свои дверы школам астатства. Не пазнать фасад мясового колледжа, яго интернат, школа номер 2, центр дзятяшой творчасті. И гэта ясчэ не усе объекты. Заунушальных объемов працы сучасным кличу допомагают рабить будовники суседних районов. Шаусау, Чирыкова, Мстиславля, Быхова, Бабруйску. А пошним, до прикладу, выпало добро опорадковать головную площу города. Яны меняють плитку, амаль 8 тысяч квадратов. Настрой боевой думаем успеем. Самое главное, чтобы народу понравился город. А вы будете стараться? А мы будем стараться. Папередняя дата проведения областных дожинок – 23 вересня. Олесь Рыбалка, Александр Тарасов, Новинир Геона. Ещё больше цікавых новин на нашем сайте. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова